МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылову, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о главном. В Доме культуры торжественно отметили День защитника Отечества. Я хотел бы поблагодарить наших ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, нашу ветеранскую организацию. Мужчин-автомобилистов с 23 февраля поздравили воспитанники детского сада «Журавушка». Вот и молодец. Вот будущий защитник. Спасибо тебе большое за подарок. Обеспечить зеленый свет всем участникам дорожного движения задача непростая, но выполнимая. Альтернативные парковочные места, бесплатная парковка находится вот в этой зоне. На 300 автомобилей. 23 февраля вся наша страна отметит один из любимых и почитаемых праздников День защитника Отечества. Нет такого города или поселка, где бы в эти дни не чествовали людей, благодаря которым мы живем под мирным небом. Накануне и в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт. В ходе торжества глава муниципалитета Валерий Венцель поздравил ветеранов и военнослужащих. На мероприятии побывал наш корреспондент Арсений Рогозянский. В трудные военные входы защитникам Отечества было тяжело без музыки. Да и в мирное время без нее никуда. Так у входа в Дом культуры Ленинского района жители встречают военный оркестр. А в фойе учреждения проходила выставка обороны спортивных клубов «Ратник и Застава». Здесь каждый мог ознакомиться с различными видами оружия и подробнее узнать о деятельности подобных организаций. Направление военно-прикладная подготовка. Ребят к армии готовим. Поисковая деятельность. У вековещения погибших годы Великой Отечественной войны. Реконструкторский отдел. Ну и спортивный. Я являюсь руководителем федерации боевого самбо Московской области. Наши ребята уже стали призером Москвы, Московской области по своим категориям. Но защищают нашу родину не только мужчины. Сегодня в рядах вооруженных сил немало женщин. И многие мечтали об этом с юности. Алина Санникова в клубе «Ратник» занимается уже около года. За такой небольшой срок она научилась обращаться с оружием и изучила боевое самбо. Ну, в сам клуб, в котором я представляю «Ратник», я вступила только в прошлом году. Но за это время я уже много чему научилась и много чего знаю. Далее в зале начался концерт, в ходе которого глава Ленинского района Валерий Венцель поздравил с праздником ветеранов и военнослужащих. Глава также отметил их участие в патриотическом воспитании молодежи. Еще раз я хотел бы поблагодарить наших ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, нашу ветеранскую организацию за то, что вы вносите большой вклад в развитие патриотического воспитания нашего подрастающего поколения и всегда являетесь самыми активными участниками всех наших общественно-политических мероприятий, которые проходят не только в городе Видное, но и во всех муниципалитетах в составе нашего Ленинского муниципального района. После официальной части на сцене выступили певцы и танцевальные коллективы, а небольшая техническая заминка сделала концерт еще более творческим. Всем известно, что война новых жизней унесла, но всем известно, что война только жизнякам нужна. Герои этого замечательного праздника есть в каждой семье. Те, кто служил когда-то в армии, защищал нашу страну от врагов, или те, у кого все это еще только впереди. Быть достойным звания защитника своего отечества, значит всем нам быть уверенным в мирном будущем нашей страны. Арсений Рогозянский, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ Накануне праздника мы решили узнать, чем сегодня живет российская армия, как несут службу те, кто стоит на защите Отечества. В воинской части номер 52-096, что находится в поселке Петровское, побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Войсковая часть 52-096 относится к 5-й дивизии противовоздушной обороны, которая была сформирована 23 июня 1953 года и призвана охранять мирное небо над Москвой и Центральным округом. Интенсивность нашей боеподготовки довольно-таки высока. На вооружении дивизии состоят последние образцы вооружения военной техники. Вот, да, практически у нас по технике порядка 95% новых образцов. Уже много лет соединение выполняет стратегические задачи. В специальном бункере управления офицеры несут боевое дежурство по охране воздушного пространства. Внимание по пункту управления для защиты Российской Федерации, целостности и преподавательности ее территории. Дежурной смене пункта управления на боевое дежурство под руководством оберодимого дежурного подполковника Панова заступить. Как понял, задача, Рейс? Задачу понял, выполняем. О богатой истории воздушно-космической обороны напоминают зенитные ракетные установки, расположенные на территории части. Сегодня здесь проходят службу как молодые люди по призыву, так и солдаты на контрактной основе со всех регионов России. Станислав Макогонов родом из города Щелково Московской области и отдает долг родине, не выезжая за пределы Подмосковья. С самого начала, когда попадаешь сюда, думаешь, что, может быть, еще есть какие-нибудь пережитки прошлого, там, дедовщины, еще что-либо. Но когда сюда попадаешь, с первых дней прививает дух товарищества, командиры, начиная от командиров-зводов, род, формируют из вас воинский коллектив, и ничего такого страшного нет. Так что все отлично. А рядовой Роберт Новожилов, наоборот, находится в двух тысячах километров от дома. Я приехал из города Интай, республики Коми. Служатся отлично, все условия нам предоставлены, одевают, кормят, все на высшем уровне. Для служащих созданы все условия, чтобы ничто не отвлекало от несения воинских обязанностей. В современном блочно-модульном городке, построенном в 2017 году, расположены две казармы, баня, спортзал, кафе и офицерское общежитие. Идеальная чистота в помещениях говорит о строгости дисциплины. После тяжелого дня солдаты могут расслабиться в комнате психологической разгрузки и посмотреть кино. В столовой для служащих организовано сбалансированное питание. На обед у нас запланировано суп картофельный с макаронами, на второе говядина порционно отварная, свинина порционно запеченная, соус томатный, каша гречневая рассыпчатая. При прохождении службы личный состав в соответствии со своими воинскими специальностями получает навыки, которые пригодятся и в обычной гражданской жизни. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В преддверии 23 февраля сотрудники ГИБДД вместе с воспитанниками детского сада номер один «Журавушка» провели акцию «Подарок водителю». На этот раз стражепорядка останавливали мужчин, находившихся за рулем не с целью проверки документов, а чтобы поздравить с наступающим праздником. А дошколята дарили им сделанные собственными руками открытки и читали стихи. Наблюдала за происходящим и наша съемочная группа. От лица Государственной инспекции Безопасности Дорожного Движения совместно с воспитанниками детского сада «Журавушка» мы хотим поздравить вас с наступающим 23 февраля. И ребята специально для вас подготовили подарок. Дари скорее. Очень большое. Ни метель, ни вполне ощутимый морозец не помешали сотрудникам ГИБДД вместе с воспитанниками детского сада номер один «Журавушка» поздравить с наступающим праздником мужчин-автомобилистов. Ребята тщательно подготовились, сделали своими руками красочные открытки и выучили стихотворение. Этот праздник самый важный, отмечаем в феврале. Праздник воинов, а от важных праздник мира на земле. Автомобилисты были приятно удивлены. Не каждый день тебя останавливают сотрудники ГИБДД не для проверки документов, а чтобы вручить подарок. Спасибо. И у вас с наступающим и дорогу не перебегает где не положено. Да? Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Вот ты молодец. Вот будущий защитник. Спасибо тебе большое за подарок. Тебе все самое лучшее здоровье и в будущем защищать Родину и свою семью. Хорошо? Спасибо тебе за подарок, дорогой. Спасибо вам. Это как вам поздравления вообще? Не ожидали, наверное? Нет, конечно. Я даже не понял, что меня остановили. Вроде не решаю. Но так все. Все замечательно. Когда-нибудь вас вообще останавливали вот так вот для того, чтобы поздравить наступающим праздником сотрудники? Нет. Как вообще? Как ощущаете? Настроение подняли. Да? Да, я, конечно, не ожидал. Приятно. Удивленный был. Спасибо, конечно. Дети приложили усилия. Красиво все, красочно получилось. Очень, ну, очень, ну, как бы интересно, да. Встретить в рабочее время, да, чтобы перед праздником 23 февраля мужчин поздравляли дети. Это необычно. Очень хорошая акция. Когда все открытки были вручены, а стихи рассказаны, ребятам еще раз напомнили о правилах перехода проезжей части, а потом и им раздали подарки. По мнению стражей правопорядка, такие акции не только помогают напомнить юным пешеходам, а заодно и водителям, как необходимо вести себя на дороге, но и имеют воспитательную функцию. Прививать чувство долга, чувство ответственности, чувство патриотизма нашему подрастающему поколению. И, может быть, напомнить кому-то из более старшего поколения. Пользуясь случаем, участники акции поздравили и наших телезрителей с наступающим праздником. Поздравляем! Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В гости к видновским пожарным пришли сегодня учащиеся в видновской гимназии. Для начала ребятам показали действующую пожарную технику, рассказали о распорядке дня личного состава и других тонкостях службы. Здесь у нас расположены различные инструменты, которые помогают нам при работе. Это различные топоры, кувалды, ломы, багры для того, чтобы вскрывать что-то. Среди современной техники есть и настоящий раритет – ЗИС 40-х годов. Его пожарные реставрировали своими силами. Экспонат, кстати, до сих пор на ходу. На таких машинах ездили тушить пожар. Расчет сидел, если на нее посмотреть, прямо на кузове машины. То есть в кабине сидел только водитель и командир расчета. Расчет сам находился на кузове машины. Рукава находились сзади на катушке. И насос, мотопомпу она на прицепе привозила с собой. Была в экскурсии и незапланированная ее часть. Настоящий выезд на пожар. На улице Советской загорелась мусорка. После теории перешли к практике. Во дворе пожарной части ребят учили обращаться с огнетушителями и пожарными рукавами. Ну а после гостей ждало чаепитие в местной столовой. К другим темам. В «Видном» регулярно проходят заседания рабочей группы по вопросам транспорта и дорожного обеспечения Ленинского района. Она создана с целью модернизировать эту сферу и обеспечить зеленый свет всем участникам дорожного движения. Особое внимание здесь уделяется территориям с высокой плотностью застройки. И на одну из них отправились участники рабочей группы. Подробнее о поездке расскажет Екатерина Коваленко. Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Эта строчка из песни как нельзя лучше описывает транспортную картину в жилом комплексе «Пригород лесное». Машины здесь припаркованы буквально везде. Встречаются даже посреди проезжей части и на тротуарах. Это создает трудности и для пешеходов, и для автобусов с маршрутками. Чтобы избежать дорожного коллапса, сюда выехала рабочая группа под руководством заместителя главы администрации Ленинского района Сергея Гаврилова. Были также предложения самого перевозчика проверить нарушение правил парковки на данном микрорайоне, территории данного микрорайона. В связи с тем, что в часы пика особенно затрудняется здесь движение. Но вот сегодня действительно факты такие подтвердились. То есть в районе остановочных павильонов парковка происходит несанкционированная. Плюс по осевым линиям, вот мы с вами видим, да, также автомобили припаркованы. Конечно, машину в карман не положишь. Какие же есть варианты у местных автовладельцев? Прежде всего, для их удобства созданы несколько стоянок. Альтернативные парковочные места, бесплатная парковка находится вот в этой зоне. На каком количестве? На 300 автомобилей. И две платные парковки. Здесь на 250 автомобилей, и здесь на 300 автомобилей. И на сегодняшний момент порядка 250 из них свободны. Пусть это и не прямо у подъезда, но тогда за свою ласточку можно не переживать. А вот для тех, кто бросает машины, где попало, предусмотрена крайняя мера – принудительная эвакуация. Эвакуация осуществляется по всем правилам. Прежде всего, фотофиксируется сам факт правонарушения, после чего машина опечатывается, и она погружается на эвакуатор. Дальше машину отвозят на штрафстоянку, а ее владельцу предстоит потратить немало времени и раскошелиться. Штраф составляет от полутора до пяти тысяч рублей, плюс оплата за хранение. Должен будет прибыть, предоставить весь пакет документов, который необходим для выдачи и подтверждения, что транспортное средство находится в его ведении, либо в его собственности. После этого выдается разрешение на получение автомобиля со спецстоянкой и выносится постановление о назначении административного штрафа. Впрочем, эвакуация все же кардинальное решение. По мнению участников рабочей группы, некоторых дорожных проблем можно легко избежать. В частности, актуального в зимнее время замкнутого круга, когда припаркованные машины мешают проезду снегоуборочной техники. Нужно взаимодействовать. Жители должны добросовестно относиться к своим обязанностям. Не создавать сложные условия для службы, которые убирают. И службам своевременно реагировать на обращения, звонки граждан в случае, если какие-то места они просто просмотрели, либо своевременно не убрали. Далее рабочая группа побывала в микрорайоне Новомолоково, где зафиксировала такие же дорожные проблемы, как и по первому адресу. А по результатам поездки будут предложены решения по модернизации транспортной ситуации в Молоковском сельском поселении. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Газета «Видновские вести» на днях отметит очередной солидный день рождения. Постоянные читатели, особенно те, кто верен, районки долгие годы знают. Задачи газеты на протяжении многих лет оставались неизменными. Корреспонденты в своих статьях и заметках рассказывали о жизни района, о его людях. А вот внешнее издание менялось и не раз. И внимательные читатели заметили, не так давно «Видновские вести» вновь изменили свой облик. Как новый формат газеты оценивают жители города и района в нашей рубрике «Видновчане об этом». Читаете «Видновские вести» газету? Знакомы с такой газетой? Да, конечно. Скажите, вот сейчас она в новом формате выходит. Насколько он удачен, вот эти изменения, насколько удачен, насколько интересен или требует каких-то доработок, может быть? Ну, конечно, перемены какие-то нужны. Понятное дело, что народ любит что-то новенькое, на что-то новое, так сказать, сразу интересно, интерес возрастает. И я думаю, что в новом формате, в цветном оформлении, так сказать, «Видновские вести» они уже, так сказать, и красочные, и интересные, и для нас, так сказать, очень, так сказать, приемлемые. Так вроде ничего, хорошо смотрится. А что самое главное сейчас в газете на «Видновские вести»? Ну, новость, что в мире творится, что в городе творится. Внешне красиво. Изменилось это ярко, все хорошо, красиво. От старой газеты у этой газеты больше получается лучше окантовка идет, и более лучше идет материал. Ну, сама обмага лучше сейчас, наверное, производится, чем в старые времена. То есть ты знаком с той газетой, которая раньше была? Да. Все здесь есть. Вот, видите, сколько много статей интересных, я думаю. Видите, какой тираж большой. Очень хорошая газета. Видно сразу. Скажите, а вы читаете местную газету «Видновские вести»? Нет. Почему? Ну, она к нам не приходится. А, к вам она не приходит? Нет. А так, специально за мне убедит. Скажи, как оцениваешь новый формат газеты? Она уже некоторое время у нас выходит в новом формате. Знакома уже с новым форматом? Нет, с новым форматом не успел познакомиться, не видел после. Как оцениваешь? Ну, внешне очень приятно, сразу все бросается в глаза. И новее выглядит, современнее. Мне нравится. Мне нравится, да. Что именно нравится? Ну, новости какие-то, статьи какие-то. Очень нравится, да. Видно в «Видновские». Я же живу в «Видном», надо же читать вести. Спасибо. И об очередных спортивных победах района. При поддержке главного следственного управления Следственного комитета России прошли чемпионаты первенства Москвы по Тхэквондо. В нем приняли участие порядка тысячи спортсменов из московского региона. Областная общественная организация «Центральный клуб Тхэквондо» представляла город «Видное». Наши спортсмены собрали очень хороший урожай медалей. Четыре золотых, шесть серебряных, семь бронзовых медалей и один кубок. Братья Алиевы, несмотря на то, что в клубе занимаются менее полугода, очень старательны и никогда не пропускают тренировок. Оба соревнований привезли первые места. А Хикмат еще получил кубок за победу в суперфинале победителей всех категорий. Также руководитель клуба Дмитрий Спичкин был отмечен благодарностью от главного следственного управления Следственного комитета России. Поздравляем наших ребят с отличными результатами и ждем новых побед. И о погоде. На субботу, 23 февраля, морозы в ночные часы усилятся. Атмосферное давление еще подрастет. Ночью осадки прекратятся, а днем небольшой снег пройдет лишь местами. Температура воздуха в ночные часы до минус 17 градусов днем, минус 4, минус 9. И это все новости пятницы. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова